От отчаяния пишут стихи. Дольщики дома номер 2 по улице Минякина бьют тревогу. Они уверены, что их застройщик тянет время, чтобы потом объявить себя банкротом и избежать ответственности. Тем более, что для этой строительной площадки такая ситуация не нова. Все подробности в нашем сюжете. Согласившись над Алёвку в новом доме, деньги отнесли в стройкомплекс «Новострой». Договор мы свой исполнили по полной. И вот стоит дом 2, наш долгострой. Проблему почти 300 человек Наталья описала в стихах. Поводом для вдохновения стала покупка двухкомнатной квартиры. Больше, чем за полтора миллиона рублей. В неё женщина так и не заселилась. Я хочу в ней жить. Мы её купили для того, чтобы жить. Поэтому, когда изначально, поначалу у нас началось с того, что дом то замораживали, то начинали строить. Более активно, менее активно. Ну, конечно же, мы рассчитывали, что в любом случае он достроится. Всё то, что в стихе, это вот прям реальная история из жизни. К сожалению, я не Пушкин, но тем не менее, это было абсолютно души. Строительство 11-этажного дома по улице Минякина началось в 2012 году. Со стройщиком, по словам дольщиков, сначала выступала компания «Новострой-21». Однако в 2014-м она была признана банкротом. Достроить здание взялась другая компания «СК «Стройкомплекс-2002». Согласно новому договору, заселиться в жильё люди должны были в декабре 2016-го. Но не тут-то было. Застройщик не стал нам отвечать на телефоны. Когда при заключении компания была у них под документом, всё нормально. И нам пообещали в 2016-м году этот дом сдать. Получается, 16-й прошёл, 17-й тоже, как поняли, навряд ли не сдадут. Сомнения, что получат достроенное жильё, появились, когда новый застройщик снизил темпы строительства. А три последних месяца, по словам людей, стройка и вовсе не ведётся. Пока сроки сдачи дома откладываются, дольщики выплачивают баснословные суммы по кредитам. Кому-то приходится ютиться у родственников. Или, как, например, Ольге, снимать квартиру, едва сводя концы с концами. Деньги мы получили от администрации города Саратова, так как мы жили в аварийном жилье. В настоящее время у нас квартиры нет. Это наше единственное жильё. То есть мы плавно перетекаем сейчас из граждан в Россию, в бомжи. Я не шучу. Потому что у нас, в принципе, скоро не будет и прописки. У меня муж уже умер. Он не дождался этого. Мы с внучкой ходим вот каждый день мимо вот этого скелета. И она мне каждый раз говорит, бабушка, а что же, дядя, мошенник, что ли? На этот вопрос так категорично пока ответить нельзя, говорят представители Министерства строительства и ЖКХ. После обращения дольщиков в прокуратуру, надзорное ведомство вместе с профильными экспертами начали проверку. Дом не включен в реестр проблемных объектов в Саратской области. Снижение темпов строительства в том числе стало одной из причин повышенного внимания в настоящее время к этому объекту. И фактически поводом для проведения проверки, в том числе соблюдения застройщиком требований законодательства о долевом строительстве. На проверку уйдет как минимум 20 дней. По словам представителей министерства, за это время необходимо изучить всю документацию компании и выяснить, почему сроки сдачи дома постоянно переносят. Тем временем дольщики уверены, владелец СК «Струйкомплекс-2002» просто оттягивает время, чтобы признать себя банкротом и уйти от ответственности. Телефон застройщика, по словам людей, уже несколько месяцев недоступен, поэтому только и остается кричать во всеуслышание. До строительства! Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов-24.